Это Балчук 7, и здесь расположен офис и Google, и YouTube. Мы начинаем прямую трансляцию с Балчука 7. У нас вот уже подъехали полицейские, ОМОН. И у нас тоже есть претензии к этому мерзкому YouTube. Омерзительный ресурс, омерзительный. У нас вообще аккаунт удалили полностью, со всеми наработками. Больше 100 фильмов. Безобразие. Вот сейчас. У нас аккаунт удалили, между прочим. Смотрите, был наш канал первый. Это канал потребительского столка, просто так его удалили. Вот я астерин сделал. Удалили, восстановление не подлежит. И вот, кстати, еще посмотрите, удалили ролик буквально недавно. Называется сорванный пикет, поддержка Теребренникова, и пусть сирает, удален. Вот и все. Поэтому... А они как-то аргументируют, почему удалили? Просто удалили это все? Нет, никак не аргументируют. Вот скрины. Нарушают нормы сообщества. А вы пробовали обращаться к техподдержке? Пробовали. Вот когда обратился, они ответили. Откранена, просьба, афилляция восстановить не получится. И до свидания. И все, на этом все аргументы. У Ютуба какая-то своя политика, которая нам неведома. То есть так же они нас удаляют и еще как. То есть у вас немножко своя позиция. Вот, собственно, пришли, чтобы как-нибудь на нас обратили внимание. Где-нибудь американские подразделения Google. Как-нибудь обратили на нас внимание. Как-нибудь навели порядок, чтобы все по-честному было. Собственно, вот и все. А как вы думаете, почему происходит проскручивание просмотра? И вообще, есть ли доказательства какие-то? Доказательства есть. И можете на канале УКМИКАЗу идти и посмотреть. Есть доказательства. То есть это как-то с выборами связано? Как вы думаете? Нет, это не с выборами связано. Это просто связано с оппозиционной деятельностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok обратился к основателям YouTube с жалобой на российское отделение видеохостинга. Дело в том, что российский YouTube, ссылаясь на правила недопустимости проявления ненависти, намеренно уничтожает каналы, которые критикуют Кремль. При этом про кремлевские ролики, нарушающие правила видеохостинга, российский YouTube не блокирует. В качестве примеров Дмитрий Иванов приводит видео, в котором оппозиционный политик Алексей Навальный сравнивается с Гитлером, а также опубликованный в YouTube фрагмент телешоу на государственном канале «Россия-24», в котором Жириновский обещает сбросить ядерную бомбу на США, тем самым выражая ненависть в адрес стран Запада. Кроме этого, Иванов пожаловался на бездействие отделения YouTube в России в борьбе с так называемыми «кремлеботами». Несмотря на то, что сервис, согласно собственным правилам, обязан удалять ролики с накрученными просмотрами, в случае с прокремлевскими видео этого не происходит. Иванов считает, что работники отделения YouTube в России сотрудничают с Кремлем, поскольку российский сегмент видеохостинга стал российским ТВ с такой же цензурой. В американской компании Google, которой принадлежит YouTube, отказались комментировать отдельные случаи удаления контента из видеохостинга. Но при этом уже через час после обращения Дмитрия Иванова к основателям YouTube оппозиционный канал «Быть или живи» разблокировали. Нужно придать широкой огласке непрофессионализм сотрудников российского офиса YouTube, проверить его на связи с Кремлем и провести работу по приведению его деятельности в соответствии с правилами и принципами, которые декларирует самый известный в мире видеохостинг. Вы своей пассивностью и отсутствием борьбы с «кремлеботами», но вы просто доведете однажды до того, что люди пойдут непосредственно к зданию, где сидит эта вся компания. И там уже будет не разговор с обращениями к мейджорам YouTube. Нет. Там будет кое-что посерьезнее. Субтитры 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 субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...